Москва и Тульская область договорились развивать сотрудничество. Соглашение об этом подписали сегодня руководители регионов в рамках Дней Москвы, которые проходят в Туле. Оттуда на прямой связи со студией наш корреспондент Алексей Конопко. Алексей, приветствую. Расскажите, в каких областях регионы будут развивать взаимодействия? Да, Юрий, здравствуйте. Ну, в общем-то, развивать будут практически во всех областях. Все-таки это очень близкие регионы. Но действительно, Дни Москвы в Туле уже открылись. Открылись весьма торжественно. Вот здесь сейчас продолжается праздничный концерт. На сцене не только традиционные песни, пляски, но и встречи Тулеков с очень известными людьми. Был здесь уже Станислав Любшин, Сергей Шакуров. Вот сейчас на сцене Алексей Петренко. И они выступают, можно сказать, с таких импровизированной автобусной остановки. Но почему именно так оформлена сцена, расскажу чуть позже. Открывали сегодняшний вечер, конечно же, два руководителя регионов. Один поприветствовал свою публику, другой публику ближайшего соседа. А Тула, я напомню, в географическом смысле, как раз самый ближайший к столице областной центр. Ну, а теперь почему же... А теперь о том, почему же вот так оформлена сцена. Это сделано не случайно. Дело в том, что буквально за углом, здесь же, в самом центре Тулы, за углом здания правительства Тульской области, сегодня не менее торжественно Сергей Собянин передавал Алексею Дюмину 20 автобусов, которые будут курсировать теперь по этому городу. Это, кстати, не последняя такая вот партия в дар от одного города к другому. И оба руководителя на вот этой торжественной передаче говорили о том, что как раз инфраструктура и транспортная доступность – это, можно сказать, основа сотрудничества соседних регионов. Впереди еще предстоит передача 20 автобусов, 30 трамвайных вагонов и также 25 торлейбусов. Я уверен, что все это способствует безопасности, в первую очередь, комфортности и качеству передвижения наших граждан Тульской области. Для нас очень это знаковое событие, это нам нужно было и необходимо. Сергей Семенович, спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Это важно развитие городов, которые находятся в достаточно близком расстоянии от Москвы. От Тула вообще у нас самый близкий город из всех городов ЦФО, из столичных городов областей всего лишь 180 километров. Мы связаны достаточно тесно общественным транспортом. И, как мне доложило руководство Московской железной дороги, они активно пытаются улучшить движение пригородных электричек. И с 1 сентября электрички, которые идут от Тулы до Москвы, будут ходить на полчаса меньше. Ну, конечно, одним сотрудничеством в сфере транспорта оно не заканчивается. Здесь будут проводить сразу два десятка круглых столов по различным темам, от охраны здоровья до охраны порядка. Но отдельно, конечно, поговорят о туризме. Дело в том, что именно в Туле много мест и поводов для того, чтобы привлечь туриста. Это и усадьбы знаменитых писателей, и художников, и, конечно же, тульский самовар, тульский пряник и тульское оружие. Здесь только год назад открыли новое здание музея оружия. Его уже называют вторым в мире по наполненности экспозиции. Его будут еще расширять. Ну и, конечно, главный туристический поток сюда идет именно со стороны Москвы. Причем это не только москвичи, даже иностранные туристы, если и попадают в Тулу, то в первую очередь со стороны столицы. И, конечно, поэтому туризм интересен, развитие туризма интересен обеим сторонам. И Москва здесь тоже помогает. Совсем недавно, например, здесь в Тульской области восстановили дорогу с помощью средств столичного бюджета, дорогу к родовому имению Толстых. Ну а вообще, если говорить о товарообороте, то даже он в сложных экономических условиях за последний год между Тулой и Москвой вырос в полтора раза. И эти показатели собираются еще улучшить. И для этого как раз и подписали здесь общее соглашение о сотрудничестве. Первые его итоги, наверное, будут подводить уже через год на новых днях Москвы в Туле. Юрий.